Два с половиной года назад В этом видео мы в очередной раз в рамках новостной сводки Выведем на чистую воду все произошедшие новости за последнюю неделю Пристегнитесь! Министерство правды начинает свое движение Я пришел сюда в очередной раз снять маски со всех лицемеров Коль моя не снимается, то давайте снимем чужие Сегодня в выпуске Эдвард Билл после скандального конфликта с Томаевым На фоне очередного хайпа начал работать по старой схеме А именно рекламировать дичайший скам, который я никогда ранее не видел Представьте масштаб лжи, если даже я этого не встречал раньше Так что же он рекламирует? Откровенную чернуху с пирамидальными признаками В перемешку с раскруткой счета Яо, привет господа! Короче, есть компания, которая зарабатывает на товарах Есть возможность залутать до гоу Прямо сейчас на кнопку Но есть одно большое но Вам обещают сделать из 100 тысяч 29 миллионов рублей за две недели Вы такое хоть где-то видели? И Билл этим действием в очередной раз доказал Что он занимает почетный статус главного отморозка Ютуба Ведь он прекрасно видит, что происходит с его коллегами по цеху Их сажают один за другим Но Эдик искренне верит, что его эта участь не коснется Несмотря на то, что Мизулина уже написала на него заявление Кстати, если мы заговорили про коллег по цеху То на этот счет у меня тоже есть интересные новости Елене Блиновской выписали счет почти в полтора миллиарда рублей от налоговой Из которых сегодня оплачено всего лишь 3% А знаете, на какую сумму у нее арестовано имущество? На 64 миллиарда рублей Небось, она по рекламе Билла просто перешла и смогла так разбогатеть Ну а лучиком света во всем этом дерьме является разлад в команде Арута А если быть точнее, его ссора с Моргенштерном на фоне рекламы нелегальной букмекерской конторы 1xbet Как говорится, есть люди с совестью и без А я спущу вас всех с небес Ну а с вами, как всегда, я, Рюк, на связи Министерство правды И мы начинаем Друзья, если вы планируете обновить свой старый айфон, но не хотите тратить огромную сумму сразу А тем более связываться с кредитами и рассрочками То у меня для вас есть решение Это сервис подписки на айфон Pedant Market Где можно взять смартфон от полутора тысячи рублей в месяц Смотрите, простая арифметика В других магазинах айфон 12 стоит 70 тысяч рублей, плюс вы еще платите сверху проценты, если берете рассрочку А в Pedant Market 3200 рублей в месяц за подписку, то есть за год всего 38 тысяч Никаких банков, переплат, кредитов Если вы захотите обменять его на более современную модель, по окончанию подписки вы сможете получить свежий айфон без доплат, а ежемесячные платежи останутся прежними Если же вы захотите оставить устройство себе, то легко можно выкупить его по остаточной стоимости У Pedant Market уже 500 точек по всей России Так что выбрав айфон на сайте, вы можете прийти в любое удобное для вас отделение, проверить девайс и получить его на месте с гарантией на год Переходите на сайт Pedant Market и узнайте цену подписки на желаемый айфон Ссылочка будет в описании под видео Всем удачи! Эдварда Билла Эдвард Билл это самый яркий пример того, что люди не меняются Если в тебе есть гнильца, то она с тобой будет абсолютно всегда и везде Чем отличается образец Билла трехлетней давности от сегодняшнего Билла, который прошел и огонь и воду? Чида, чида, чили не тибли, чида Спойлер, абсолютно ничем С годами он только наглеет и тупеет Не тюрьма Приговорил признать в деле Эдуарда Игоревича Львова на совершении преступления Преусмотренную частью первой статьи 264-й годового импульса Российской Федерации И назначить ему наказание для решения свободы сроку на один год, два месяца Собывание наказания с правительной полоной общего режима Ни война Москва Тоже одоворовались А вот для тебя какое событие так вот на тебя повлияло, что ты приехал сюда? воевать против фашизма вот самое главное против фашизма так добровольцем очень мало на сколько тебе лет ничего не действует на этого человека ты забыл как в соплях и в слезах говорил что больше не будешь снимать видео я больше нет ворпил вернуться назад я ничего не скажу я не буду загадывать того парня которого видели в роликах другое это страшно мари тоже есть дети есть тоже ребенок раз будет что-то снимать продолжать сейчас не получается куда делись эти сопли и плаксивые фразы денег захотелось понимаю что несколько лет назад он творил дичь на улицах и после этого разводил собственных же зрителей на деньги должно было к свершится на протяжении всего года я рекламировал разного рода проекты капера вставки на сколько как и вы обжигался что случилось я создал свой личный что сейчас делает ровно то же самое и яркий тому пример его вопиющая реклама очередной чернухи это даже не скам это просто прямая чернь и сейчас я вам покажу о чем идет речь я привет господа короче есть компания которая зарабатывает на товарке доход у них фиксированы и считается просто купил продал и получил на 30 процентов больше никаких комиссий ссылку в этот закрытый канал я для вас размещаю ниже вот пример отгрузить 90 тысяч деревянных и получить 117 тысяч инструкция предельно простая дело можно начать с тысячи деревянных как говорится работает то что легко у них есть еще открытый чат с клиентами где видно кому сколько падает монет и вы тоже можете зайти туда и посмотреть эту тему пока есть возможность залутать того прямо сейчас на кнопку компания которая занимается товаркой звучит надежно как швейцарские часы а давайте посмотрим что же она из себя представляет начну с того что я в интернете не нашел абсолютно никакой информации по этой компании скорее всего перед нами проект однодневка которая не обладает большими бюджетами и схлопнется при достижении определенной суммы прибыли билл говорит что ребята занимаются товаркой короче есть компания которая зарабатывает на товарке я не знаю какая ленивая жопа создавала данный проект но тут нет вообще никакой информации касаемо того чем они занимаются они даже не удосужили сделать какую-то легенду или прогрев смотря на канал мне вообще не хочется вкладывать деньги это выглядит дешево и не внушительно вам просто в лоб показывают инструкцию как пополнить деньги в их боте и через определенный срок вы получите 20 процентов прибыли мы используем средства для взаимного заработка владелец этой помойки руководствуется логикой краткость сестра таланта бро на чем мы будем зарабатывать деньги на схемах на каких на охуитель а в чем твой интерес взаимный заработок что тупишь то а все понял понял ну круто объяснил спасибо в канал публикуется постоянная информация о том что мест меньше и меньше и по сути это все это все что вы найдете на канале перейдя в сам вот вас встречает такое сообщение от 20 процентов прибыли в сутки за счет анализа нейросетями торговли разными активами ребят вы букву и проебали в тексте также есть реферальная программа и якобы выплаты каждый день забавно смотрятся эти картинки нарисованные в пьяном угаре на скорую руку в пейнте тут по моему все очевидно это примитивная дешманская недофинансовая пирамида которая вероятнее всего даже не даст вам первую выплату судя по оформлению их проекта система абсолютно идентична раскрутки счета просто здесь вам не обещают огромную прибыль хотя кому я это рассказываю здесь же есть калькулятор доходности кстати калькулятор доходности присущ только финансовым пирамидам и так у нас здесь есть разделение по уровням на начальном вам предлагают 20 процентов прибыли в день богатейшие инвестора в мире просто сейчас перевернулись в гробу за средний уровень вам предлагают 30 процентов прибыли за день либо же 69 процентов за два дня я чувствую после этого видео в 69 будут иметь билла и того кто создал этот проект но за самый высокий рейтинг вам обещают чуть ли не золотые горы за один день 50 процентов прибыли а теперь просто готовьтесь офигеть за неделю вложений вам обещают со 100 тысяч рублей 1 и 7 миллионов чистой прибыли ну на кого это рассчитано будь все так просто я бы свое имущество продал бы но это еще не все ведь у нас есть инвестиция на две недели у вас есть ровно пару секунд чтобы угадать конечную прибыль 29 миллионов рублей чистой прибыли с вложений 100 тысяч рублей где вы еще такое можете увидеть сначала я подумал что кто-то просто уснул на клавиатуре а потом до меня дошло даже раскрутчики счетов не обещали таких доходностей а что самое смешное так это то что бил говорит про товарку я привет господа короче есть компания которая зарабатывает на товарке а в боте пишется про какие-то нейросети и торговлю активами складывается ощущение что создатель данной пирамиды просто в неадекватном состоянии накидал всю свою фантазию но при этом забыв про то что все должно быть логичным я более наглого и дебильного скама не видел в жизни со 100 тысяч вам обещают 29 миллионов это 2900 процентов прибыли за две недели но задайте себе вопрос если они так умножают бабки зачем им чужие у них есть еще открытый чат с клиентами где видно кому сколько падает монет и вы тоже можете зайти туда и посмотреть эту тему открытый чат с клиентами говоришь да где в чат нельзя писать сообщения участники скрыты и чат чистится каждый день по установленным внутри него настройкам и в телеге у него постоянно проскакивают подобные рекламы если моя аудитория думает что на это не ведутся то она сильно ошибается подобные проекты не могут существовать на дистанции без какой-либо выручки народ у нас к сожалению наивный именно за счет этого подобное дерьмо и существует не пора ли привлечь билла к уголовной ответственности тем более мизулина уже написала на него свое заявление за последние 10 видео я даже не могу вспомнить более наглой рекламы это насколько надо быть падким на деньги и от слова совсем не брезгать такое рекламировать все кто сейчас будет защищать билла в комментариях и рассказывать мне про его благотворительность просто вытрите харчу со своего лица которую вам смачно скоркнул ваш любимый блогер только тупой не понимает для чего билл занимается благотворительностью сегодня он вас кидает на бабки завтра помогает бабушки тем самым отмывая свою репутацию а послезавтра он опять кидает вас на бабки и так бесконечно идеальная схема лутаешь миллион с рекламы тратишь пару десяток тысяч на благотворительность и все ты в шоколаде круто не так ли что будет дальше ты будешь рекламировать наркошопы а у нас же есть такой товарищ скоро про него тоже обязательно выскажусь только дайте знать насколько вам это будет интересно если уж мы говорим про какую-то ответственность то прошу правоохранительные органы также обратить свое внимание на данную персону это рекламный менеджер эдика он как раз и занимается тем что ищет ему рекламу пропускает ее в общем занимается всем что с этим связано два сапога пара и кто-то скажет ну подумаешь один раз прорекламировал чернуху с кем не бывает один раз не пас это первое второе повторю еще раз он что три года назад это делал даже собственноручно запускал свой каперский проект но было к свершится на протяжении всего года я рекламировал разного рода проекты капера вставки на скоте как и вы обжигался что случилось я создал свой личный что сейчас ничего не изменилось данная реклама выходит на регулярной основе что на ю тубе что в телеграме из ролика в ролик он агрессивно переливает трафик в телеграм-канал где собственно говоря вам предлагают за 100 тысяч рублей заработать 29 миллионов беспринципный лживый аферист которого жизнь ничему абсолютно не научила за последние годы грош цена твоим слезам и обещаниям ты настоящая гниль ютуба и мне очень жаль что ты смог вернуться в прежние кондиции каток очень близок заявление написано от лиги безопасного интернета всему свое время а я лишь в очередной раз доказал кто он такой как бы извиняться опять не пришлось до эдик только вот в этот раз мало кто тебе поверит ну а мы едем дальше арут против моргенштерна звучит как лучший бестселлер этого года кто такой арут думаю рассказывать не стоит гений миллиардер playboy филантроп гений миллиардер playboy филантроп прошлом владелец казино обладатель фабрики по производству яиц поставщик бронежилетов игры один бронежилет если если ты выстреливаешь и и я не умираю ты купишь он год если ты но я выстреливают и не умираешь я куплю у тебя столько сколько ты мне продаешь на тот момент у меня было около 17 тысяч бронежилетов создатель своего фонда основатель всех бизнесов этого мира или же просто пиздобол и обыкновенный инфо цыган знакомство этих двух людей произошло на фоне уезда алишера из россии в дубай там они решили создать собственный лейбл bugatti music который уже распался ну и пошло поехало арутюн получил хорошую долю медийности от маргенштерна путем совместных работ да и в целом когда ты видишь что с алишером постоянно тусуется его дружбан с прической будто на его голову уронили кастрюлю доширака то ненароком начинаешь за ним тоже наблюдать но всему хорошему приходит конец и у них начался конфликт на фоне рекламы нелегальной букмекерской конторы 1xbet которая была показана в недавнем клипе арутой кизару согласен это просто ни в какие рамки не лезет прямо во время клипа рекламировать bk это просто вверх идиотизма причем офшорное дерьмо которое в случае чего тебе не выплатит твой выигрыш мой юный фанат арутой кизару попробуй поставить ставку на 1xbet только вот когда тебя опрокинут на выигрыш я посмотрю как ты полетишь на кипр возвращать свои деньги из офшора маргенштерн не выразил поддержку и заявил у себя в телеграм-канале следующее алишер четко дает понять что не поддержал своего товарища из-за букмекеров на что дал ответ арут что он изначально занимался казино этот это знал с первых дней и вообще морген сам говорил что сделал бы рекламу букмекером за хорошие бабки дальше только интереснее морген говорит про репутацию инфо цыгана про свое негативное отношение к букмекерам да и вообще мало ли что я говорил про бабки с букмекеров я же их не рекламировал ох уж эти гангстерские разборки по факту алишер выбрал правильную сторону зачем поддерживать рекламу говна и действительно даже если он готов был тоже рекламировать букмекеров с точки зрения языка фактов это ни о чем не говорит ведь по итогу то он их не рекламировал поэтому аргумент от бронежилетного мастера летит бурну алишер ты ведь и вправду знал кто такой арут собственноручно заливал к нему трафик который арутюн разводил на бабки в своей приватке ты же это все знал так почему же ты именно сейчас в этом увидел проблему не кажется ли тебе это явным признаком лицемерия ведь что букмекер кинет на деньги твою аудиторию что орут в чем разница может быть ты просто осознал все гнилое нутро оруто в таком случае лучше уж действительно так но всяком случае от этого говна тебе не отмыться сотни людей благодаря тебе выкинули свои деньги на помойку и действительно надо было изначально смотреть кто это такой чтобы потом не удивляться бесспорно решение правильно а с другой стороны факт лицемерие налицо и спорить с тем что маргинштерн прямой соучастник в грязных делах аруто смысла нет ведь он ему сделал огромную рекламу и большая часть людей о нем узнала только благодаря алишеру лично я про рута знал еще давно со времен розыгрышей гусейна гасанова банда мы пришли вручать ламбу подписку сейчас наступит тот самый момент мы ждали этот момент и мы тоже ждали я чувствую пульс обманемся на все мы официально хотим Ламбо! Ты готова? И, два, один! Это Ламбо! С сегодняшнего дня официально твоя! Что ты чувствуешь? Сколько дней уже ты живешь с этой мыслью? Восемь дней не садилась! Восемь дней? А кто еще не садился? Посмотрите ее! Представляете, это малышка твоя! Давайте поаплодируем ей все! Когда Рут рекламировал свою скам-биржу Бистокс на промоушене Утамаева, и с первых же дней сразу было понятно, что это за фрукт. Достаточно посмотреть его любое рандомное интервью, и все встанет на свои места. Но, б***ь, он не успешный, потому что его мама родила, б***ь, в Твери. Или еще где-нибудь. Обращаюсь к вам, дорогие друзья. Будет ли вам интересен разбор о Рута и его приватке? Просто на ютубе столько про него роликов, что я даже и не рассматривал вариант сделать собственный выпуск. Пишите свое мнение в комментариях. Результатом всего конфликта стал развал совместного лейбла Bugatti Music, о чем заявил Алишер, и конец их дружбе. Но имеет место быть предположение, что это просто хайп. Одно могу сказать точно. Новость крайне позитивная, так как в дальнейшем Алишер не будет рекламировать о Рута. Как итог, обманутых людей будет гораздо меньше. Что думаете по поводу данного конфликта? Меч, правда, сегодня рассекает не по-детски. Но, к сожалению, мечи – это прошлый век. Скоро близится Новый год. Если вы хотите сделать подарок себе и своим близким, то к вашему вниманию предлагаю складной нож-гриф от легендарной кузницы Барк. Нож-гриф – это работа кузнеца с 20-летним опытом. Нож выдержит абсолютно любую нагрузку. Например, разрубит металлический профиль, проволоку, крыло автомобиля, да что угодно. А также, что немаловажно, есть сертификат, подтверждающий, что данный нож не является холодным оружием. Кузнец дает пожизненную гарантию на этого красавца. От себя рекомендую кузнецу Барк. Заходите к ним в Telegram, WhatsApp или же во Вконтакте по ссылкам в описании и заказывайте себе крутые ножи ручной работы. По промокоду MP действует скидка. Желаю всем удачи, друзья! Елена Блиновская получила счет почти в полтора миллиарда рублей от налоговой. И всей этой суммы она оплатила около трех процентов. Переводя в денежный эквивалент – это 55 миллионов рублей. А теперь лучше присядьте, чтобы не упасть от того, что у нее арестовано имущество на 64 миллиарда рублей. Честно, я даже себе представить не могу, как вживую выглядит 64 миллиарда. А ты когда говоришь деньги, 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 они мне даются очень легко. Для меня деньги – это легко. Как мы видим, Блиновскую душат по полной программе без каких-либо шансов на благоприятные обстоятельства. В сети ходила ложная информация, что Блиновская погасила весь долг, но данный фейк был опровергнут ее же адвокатом. Цитирую, таких возможностей у нее нет. А теперь задумайтесь, насколько все трагично в нашей стране. Такие долги просто так с небес не сваливаются. Имущество в 64 миллиарда рублей получено от простых граждан, которые покупали ее пустые, как барабан инфопродукты. По факту она обогатилась за счет таких же людей, как и мы с вами. Ее целевая аудитория – это не подростки, это взрослые женщины. Это ж сколько людей должны покупать твой курс, чтобы заработать такое состояние. Аяс Шабудинов нервно курит в сторонке. Самая большая загадка в этом мире – кто же эти люди? Что ими движет и чем они руководствуются, когда несут таким людям деньги? Я этого искренне не понимаю. Может мне кто-то ответит на этот вопрос? Я уже неоднократно заявлял, что сейчас идет процесс закручивания гаек. И мне интересно, из чего будет гаситься этот долг. По факту Блиновская – это не самостоятельная единица. Это от А до Я – проект, спродюсированный ее же мужем. С мужа, как я понимаю, нет никакого спроса. Кто тебе создавал, условно, эту компанию? Кто стал тем первым человеком, который создал вокруг твоей идеи методологию, которую ты смогла упаковать в курс? Если мы говорим про маркетологов, про команду, то создавал ее муж. А если мы говорим про методологию курса, то это исключительно мое. Основной мозг команды в строю, весь персонал также в строю. Доступ к странице у мужа есть и, может быть, они и дальше будут выкачивать деньги, только уже без участия лица Елены в сторисах. Сейчас 200 человек у тебя работают, это правда? Пусть будет так. Что? Пусть будет так. Ты же не наркотиками торгуешь, ну правда-неправда, это же люди, ты платишь зарплаты. 200 работают. 200 работают. Муж у него, конечно, очень серьезный человек, имеет доли в разных компаниях. Но камон, полтора миллиарда, когда все в аресте, ну не знаю, не знаю. Это возможно сделать, только по старой схеме. И логичный вопрос, что будет дальше в случае погашения долга? Я тебе сейчас, вот честно я сейчас в рожи плюну? Вот честно. С нее снимут обвинения и она будет заниматься тем же самым, но уже оплачивая налоги? Или же просто работать из другой страны? В общем, вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Остается лишь сидеть и понимать, что мы с вами, друзья, явно занимаемся чем-то не тем в этой жизни. Пока мы потрачим за копейки, кто-то зарабатывает миллиарды, продавая марафоны желаний. Вот ты когда говоришь деньги, 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 они мне даются очень легко. Для меня деньги это легко. Радует, что в нашей стране наконец-то обратили внимание на эту проблему. Конечно, не с позиции мошенничества, но хоть на этом спасибо. Я же, в свою очередь, продолжаю пристально наблюдать за развитием событий вокруг Аяза Шабудинова и Елены Блиновской. Думаю, не последний раз они оказываются в моих новостных сводках. Нравится новостной формат? А что, если я скажу, что делаю его на ежедневной основе, только уже в своем телеграм-канале? Мой телеграм-канал Министерства правды – это очень важный источник информации, где я на связи со своей аудиторией на ежедневной основе. Я не могу снимать видео по каждому поводу на YouTube. Мне физически на это не хватит времени. Туда я публикую свежие инсайды и анонсы. Да и порой на руках бывает такая информация, что ее лучше сюда не публиковать. Ссылка будет в описании под видео. Всем рекомендую подписаться. Вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная, а главное – поучительная. Она научила нас понимать на примере Билла, что люди не меняются и что не бывает со 100 тысяч рублей в 29 миллионов. Она нам показала гангстерскую разборку рэпера и инфо-цыгана. А Елена Блиновская в очередной раз поразила всех масштабами своей деятельности. Но как это обычно бывает, когда заканчивается одна история, всегда начинается другая. Поэтому мы с вами еще скоро увидимся. Ведь дно индустрии может пробиваться бесконечно. А на сегодня у меня все. Спасибо каждому, кто досмотрел это видео до этого момента. Поддержите меня лайками, а то их что-то мало в последнее время. Подписками и комментариями. Например, на кого вы бы хотели, чтобы я снял следующее видео. И не забывайте врубать колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых роликах. Ложа стра, но не погреет рук у нашего костра. А с вами был я, Рюк. До скорых встреч, друзья!